Значит, все ли счастливы от вида... Сейчас я его, как я его записал... ...от вида Калмагоргусского диффузионного выравнения. Если... Давайте я напишу еще... ...напишу еще... ...альтернативную его запись. Так, П у меня будет большое П. Большое П от слова поток. Субтитры создавал DimaTorzok ... ... ... ... ... ... Значит, есть... ...опять-таки, это, так сказать, наука никак с микроэволюцией не связана. Это просто диффузия. Есть альтернативная запись диффузии через первую производную потока. Вот у меня... ...моя переменная, значит, в данном случае частота аллеля, меняющаяся от нуля до единицы. И возьмем какое-нибудь значение частоты... ... ... ... ... ... ... ... И вот эта вот штука будет поток вероятности через значение Х0. Значит, если мы думаем в терминах большого ансамбля популяции, то это просто... ... ... ... ... ... x0 в единицу времени влево, минус сколько пересекают вправо, то есть в каких популяциях частота переходит через x0, частота аллеля большая переходит через x0, увеличиваясь, минус в каких она переходит уменьшается. И тогда, если мы возьмем два очень близких значения x0 и x1, то изменение доли популяции с значениями частоты между x0 и x1, естественно, это изменение будет равно нулю, если потоки через x0 и через x1 одинаковые. И поэтому это изменение равно первой производной потока по аллельной частоте. Сколько у меня здесь вот прибавится или убавится, зависит от разницы, от разности между потоками через это значение и через это значение. Это выглядит понятно, да? Замечательно. Значит, это альтернативная запись. Это альтернативная запись мы вводим понятие потока. И почему здесь минус? Тоже понятно. Если больше приходит через это, чем через, чем уходит через это, то будет плюс. И значит, поскольку это меньше, то значит нужен знак минус. Это называется закон фика. Значит, запись диффузии таким образом. Вот. То есть, мы получили понятие поток вероятности через какое-то значение. И простой и простой способ всю эту науку изучать заключается в том, чтобы искать... Ну, самая простая задача для... Самая простая задача при изучении взаимодействия мутационного процесса отбора и дрейфа, это поиск стационального распределения частот. Когда мой ансамбль из копий моей популяции живет очень-очень долго, все устаканится и возникнет какое-то стациональное распределение. Опять-таки, каждая популяция, естественно, до скончания веков будет претерпевать эволюцию, в ней частота, значит, этого аллеля А большая будет дрейфовать, но ансамбль в целом пойдет к какому-то равновесию. То есть, доля популяции имеющих данную частоту аллеля станет стационарной. И я хочу это равновесное распределение, значит, членов моего ансамбля популяции по аллельной частоте, я хочу это равновесное распределение найти. И простейший способ это сделать, это потребует, чтобы поток через каждую точку был нулевым. После этого все оказывается ужасно-ужасно просто. значит, поскольку мы хотим, давайте это здесь напишу, значит, вот мы сейчас найдем равновесное в смысле нулевого потока вероятности через каждое значение частоты, решение прямого уравнения к алмогурлу. Значит, ключевой, ну давайте проще написать. Ну, уж если совсем. Нет, не надо, кстати, мне выделываться. Так можно оставить. Почему у меня здесь появилось, почему у меня здесь полное производное нечастное? Потому что я предполагаю, ну давайте назовем фи тильда. Я не буду, не хочу тильда с собой таскать. В общем, мы рассматриваем равновесное решение, которое от т не зависит. Теперь у нас в равновесие у меня фи от xt, значит, как-то эволюционировало и потом эволюционировать перестало. И теперь мы можем смело рассматривать фи как функцию одной переменной. И требуя, чтобы поток был равен нулю, мы должны решить вот такое вот дифференциальное равнение. Давайте я его тупо решу. Решение его три реально, но давайте я все это напишу. Значит, вот введем такое обозначение и тогда мы можем написать... Следите за руками, чтобы я никого не... сейчас, это фу. Так, чтобы я никого не обманывал. Так, а здесь что? Здесь у меня единица на фу. А? Сейчас. Значит, я эту штуку назвал фу. Поэтому это у меня... А, извините. Так, да. Да, естественно, никакого дутейла у меня больше нет. Так. Да, тогда вроде бы все честно. Следите опять-таки, чтобы я никого не обманул. Когда я быстро пишу, я пишу всякую чушь. И мы получаем окончательное окончательный вид для стационарного распределения. С это константа, которая подбирается, чтобы эта фи была плотностью. То есть, чтобы интеграл под нее от нуля до единицы был единица. Вот. Ну, значит, это вполне тривиальные выкладки, позволяющие это уравнение решить в явном виде. Вот. Все счастливы. Вроде бы это тривиальный момент. Это, значит, в девятой главе Крауру Кимуру описано. Теперь нам осталось собрать богатый урожай, и мы его только соберем. Значит, богатый урожай заключается в том, что мы возьмем... Нам нужны формулы для M и V. Формулы для V мы с вами уже писали. Значит, V это дариф, и дариф частоты за одно поколение, дариф частоты аллели есть x на единицу минус x на 2ne. А формулы для M тоже все видели. Вот я сейчас напишу, и вы радостно скажете, что вы ее видели. Помните, в самом начале мы изучали мутации симметричные туда-сюда? И, значит, превращение частоты мутации... У меня мутация из A большое в A маленькое идет со скоростью U и обратно со скоростью V. Значит, соответственно, превращение частоты аллели — это минус U на частоту A большого плюс V на частоту A маленького. Это мутационные члены, а это отбор, который мы тоже описали. Вот таким образом из трех этих компонентов мы собрали это стационарное решение. И тогда, если мы вот эти выражения для M и V сюда подставим, мы получим классическую формулу. Затем, разум. Продолжение следует... Во! Это стационарное распределение частоты аллеля. Стационарное не в том смысле, что оно не меняется, а в том смысле, что, меняясь стокастически, вот такая имеет место вероятность иметь данную частоту при совместном действии мутации отбора Гридриха. Это одна из вершин теории микрореволюции. История вывода этой формулы замечательна. Ее придумал дедушка Райт, служивший в Чикагском университете. Он ее придумал просто мощью своего гения. Просто он до нее догадался. Как можно догадаться, я не знаю. Он до нее догадался и потом доказал, что какая бы ни была истинная формула, первый момент будет именно такой. И опубликовал статью. Потом доказал, что первый и второй момент он угадал правильно. Потом доказал, что все моменты угадал правильно. В общем, он долго мучился. А пока уже в конце 40-х годов не появился Кимура, который был знаком с дипозионными равнениями. И тогда Кимура вот таким вот образом сразу это дело очевидным образом получил. А забавный момент заключается в том, что когда Райт геройствовал в Чикагском университете на кафедре, не помню, как она называлась, вообще на биологической кафедре, то через улицу, я там служил, и там по-прежнему все эти здания стоят, через улицу там была кафедра физики, на которой дедушка Энерико Ферми запускал первую цепную реакцию. Там стоит памятный знак, вот на этом месте была запущена первая цепная реакция. И я уверен, что на кафедре физики при Ферми было больше 10 человек, которые знали уравнение Фоккера-Планка. Так что если бы Райт не валял до рака, а перешел бы через улицу и попросил бы совета у физиков, то это ускорило бы развитие науки на 15 лет. Но Райт было западло ходить к физикам, и поэтому он додумывался до этой формулы какими-то совершенно варгутскими способами. Но, значит, сейчас она выводится вполне очевидным образом, как стационарное с нулевым потоком решение прямого диффузионного уравнения Калмагорова, а также Фоккера-Планка. Ну, какие-то вещи можно сразу из нее понять. Представим себе, что у меня скорость мутирования умеренная, то есть 4 НЕВ равно 1 и 4 НЕ уровня 1, а отбора нету, коэффициент отбора 0. Тогда у меня будет 0, это в нулевой степени, это в нулевой степени. У меня будет плоское распределение тогда. В этом случае, значит, если у меня С равняется нулю, 4 НЕ у равняется, 4 НЕВ равняется 1, в этом случае распределение плоское. Если у меня скорости мутации меньше, то есть 4 НЕУ и 4 НЕВ у меня меньше 1, то у меня получается уобразное распределение. Когда мутации мало, большую часть времени популяция проводит в состоянии, значит, когда один из залили близок к фиксации. Ну, или, может быть, даже вообще, тут есть один, так сказать, как это, секрет грязный, заключающийся в том, что это непорывное приближение. И вероятность фиксации, это надо интегрировать эту штуку от 0 до 1 на 2 Н. и там могут возникать некоторые проблемы, хотя, вроде бы, небольшие. В общем, можно всячески, значит, развлекаться с этим распределением и понимать, как взаимодействуют мутации дрейф и отбор в, значит, популяции. Можно и более сложные ситуации осматривать. Это у нас, как ясно, случай гоплоидного отбора или случай диплоидного отбора, или бесполого, или гоплоидного полового, или диплоидного полового, когда нет доминированной, то есть, когда приспособленность гетерозигота есть средняя гематрическая приспособленность и гомозигот. Можно написать более сложную, член для отбора, описывающий, скажем, сверхдоминирование. И тогда понять, значит, в общем, можно много чего там делать и получать всякие красивые результаты. И 9 глава Каукимуру набита такими результатами. Значит, кто это любит, может на это посмотреть. Так, на этом я боюсь, что нам надо заканчивать всякие формальные упражнения просто по той причине, что время у нас совсем кончилось. Давайте я потрачу, в общем, не совсем нет, у нас еще целый час есть. Давайте я потрачу еще 10 минут на разговоры про слабый отбор, уже такие неформальные. Собственно, одну вещь мне точно нужно рассказать. С какой скоростью будет эволюционировать популяция, в которой отбор не просто слабый, а в которой отбор вообще отсутствует? Так называемая основная терема нейтральной эволюции. Если обозначить, у меня же буквы все кончились, С занято, В занято. В общем, короче говоря, популяция будет эволюционировать со скоростью равной скоростью мутирования. Это очень легко доказать. Представим себе, что вот у меня популяция из N особей. В ней возникнет мутация в данном поколении с вероятностью N му. Считаем, что произведение скорости мутации на численность популяции много меньше единицы, так что либо мутация не возникла, либо с вероятностью N му возник один мутант. А дальше, как мы знаем из теории коалифсенции, если подождать достаточно долго, все потомство, в смысле вся популяция, недостаточно долгое время, окажется потомками какой-то одной особи. Так вот, с какой вероятностью вся популяция окажется потомками вот этой вот мутантной особи? При полном отсутствии отбора. Одна N, потому что она не лучше, не хуже других. Поэтому скорость эволюции равняется N му умножить на 1 N. По-моему, это глубоко. И из этого следуют чрезвычайно важные следствия, состоящие в том, что скорость эволюции без отбора равна скорости мутирования. Если отбор отрицательный, она меньше скорости мутирования, а если она положительная, она больше скорости мутирования. Здесь, давайте я 3 минуты потрачу на демагогию. С вами доктор Марков говорил о доказательствах эволюции? Говорю. И какие доказательства эволюции вы знаете? Сами прочитаете. Он его сами прочитает. Сами прочитаете. И что же вы прочли? И где? Возвращение. Блестяще. Значит, вот давайте я вам расскажу, коротко и ясно. Значит, как устроены доказательства в нормальных науках, то есть физике? У нас есть разные гипотезы. Мы берем гипотезу, выводим из нее какие-то количества исследствий и сравниваем их с экспериментом. Если гипотеза, значит, подтверждает, если эти, ну, понятно, если это совпадение, мы говорим, что эксперимент подтверждает эту гипотезу. А если не совпадение, говорим, что эксперимент ее отвергает. Тут есть куча всякой демагогии, когда говорят, что гипотезы не могут подтверждаться, они могут только не отвергаться. Я не люблю эти разговоры, но, черт, если не важно, не будем философии вдаваться. Так вот, ровно так и надо поступать во всех науках, включая эволюционную биологию. Мы берем гипотезу эволюционного происхождения жизни. Например, гипотезу того, что два вида произошли от общего порядка. И выводим из этой гипотезы количество исследствий, а дальше сравниваем с экспериментом и говорим, что подтверждается или не подтверждается. Правильно? Если бы биология была нормальной наукой, мы бы так поступали. А почему мы так не делаем? А мы так не делаем по той причине, что никаких количеств следствий мы вывести из гипотезы об эволюции не можем, потому что эволюция очень сложная, и вместо этого начинаем размахивать руками, нести всякую чушь по гомологии и так далее. Я очень люблю на эту тему рассуждать, но, так сказать, некий комплекс неполноценности при таком рассуждении сохраняются, и когда ты, значит, общаешься с физиком. Так вот, есть несколько исключений, из которых самое четкое и самое яркое – это нейтральная эволюция. Когда эволюция столь проста, что мы можем из нее вывести количественные, из гипотезы эволюции, мы можем вывести количественные следствия. И дальше сравнивать их с экспериментом. Вот она. Ну, неудивительно. Самый сложный – естественный отбор. Поэтому, если у меня отбор не действует, то следствие гипотезы эволюции заключается в том, что скорость эволюции будет пропорциональной скорости мутирования. Ну, давайте сделаем из этого наблюдаемое предсказание, из этого, так сказать, вывода теоретического, сделаем некое, так сказать, проверяемое, фальсифицируемое предсказание. Вот мы возьмем человека и шимпанзе, выровняем их геномы, потому что, слава богу, легко, поскольку сходца 99%. Но сходца не доказывает эволюцию. Может быть, Господь Бог сделал человек и сделал обезьяны, сделал их похожими, ну, не знаю, там, захотел и сделал, что хочет и делает. Вот. Значит, и давайте рассмотрим мутации разных сортов. Мутации у меня бывают транзиции, бывают трансверсии, все слышали слова «транзиции» и «транзверсии», да? А бывают там выпадения вставки и «индела». И, значит, мы возьмем алаймент человека и шимпанзе и посчитаем относительные доли мисмэчей транзиционных, мисмэчей трансверсионных и других, там, разных длин. Хорошо? Значит, и гипотеза о том, что человек и шимпанзе произошли от общего предка, подразумевает для селективно-нейтральных участков генома, что отношение между, скажем, количеством транзиционных и количеством трансверсионных мисмэчей будет такое же, как отношение между скоростями транзиции и трансверсии. Значит, мы нарисовали наше выравнивание. Человек-шимпанзе. Вот у нас разные мисмэчи, какие-то транзиции, какие-то трансверсии. Еще у меня там есть гэпы, значит, дырки выпали. В общем, понятно. Посчитали их количество, вычислили их отношения, а потом пошли в больницу и стали смотреть, с какой частотой происходят разные мутации у людей сейчас. Сейчас, когда у человека происходит мутация, ничего про эволюцию не знают, естественно. И, значит, вот пойдем там, там, где, не знаю, гемофилик и флечет, и получим данные от тысячи мутаций. Там будет сколько-то трансверсий, сколько-то трансверсий, сколько-то выпадений, сколько-то вставок. И сравним. И гипотеза об общем порядке человека и шимпанзе имеет своим следствием то, что мы в этом алайменте увидим такие же доли транзиций, трансверсий, гэпов и так далее, как и среди доновой мутаций. И это действительно так и есть, очень хорошее точноство. Вот это вот правильное доказательство эволюции, основанное на получении количественного следствия из гипотезы об эволюции, в данном случае из гипотезы о наличии у человека и шимпанзе общего предка, и гипотезы о нейтральности изучаемого нами участка генома, конечно. И, значит, сравнение этих количеств предсказаний с экспериментом. Так что, если бы мне, если бы я несколько раз это делал, когда физикам надо объяснять, почему мы верим в такую дикую идею, что у человека и шимпанзе был общий предок, я рассказываю вот таким вот образом. Естественно, весь этот анализ разваливается, если мы возьмем какие-нибудь белокодирующие участки. Там выпадение вставок длиной некратной трём практически не будет, потому что это фреймшифтер. Но это нейтральная теория, там нужно взять какой-нибудь псевдоген, какой-нибудь, какую-нибудь дрель. Вот. Так что, это утверждение о том, что без отбора скорость эволюции равна скорости мутирования, иногда называют основной теремой нейтральной эволюции. Дедушка Крова велел так называть. Значит, вот я вам рассказал основную терему нейтральной эволюции. Давайте я вам расскажу ещё три забавных прикола. Вот у меня ситуация, когда два аллеля мутируют друг к другу, туда и обратно. И если у меня популяция достаточно маленькая, вот эти вот мутационные произведения, много меньше единицы, то большую часть времени популяция будет реально приводить в состоянии фиксации или одного аллеля, или другого. А назовём скорость эволюции частота перескоков. То есть, популяция у меня живёт, мне фиксирую на маленький, потом довольно быстро, а большое. Вот так вот она живёт, и частота перескоков будет скорость эволюции. Это временно всегда. Вот. Как вы думаете, при каком отборе скорость эволюции будет максимальной? Вот эти вот два аллеля, значит, у меня есть мутации туда-сюда. Ну, биологическая интуиция подсказывает, что безо всякого отбора, если они одинаково хороши. Потому что, ну, представьте себе, что А большой много лучше А маленького. Тогда популяция всё время будет фиксирована по А большому, и отбору А маленький никуда не пустит. Вот. И это считалось так по умолчанию до 1992 года, когда Адам Эрр Вокер опубликовал работу, которая показала, что это неправильно. То есть, если сильный отбор благоприятствует какому-то одному аллеля, то, конечно, никакой эволюции не будет. Но, если имеет место только слабый отбор, то он может эволюцию ускорять, как вы, может догадается кто-нибудь? В какой ситуации слабый отбор может эволюцию вот в случае таких вот взаимообратных мутаций между двумя аллелями может эволюцию ускорить? Это вы знали или догадались? Совершенно верно. Представим себе, что, как вы правильно сказали, переход из большого о маленькой быстрый, а из-за маленького о большого медленный. То есть, этот аллель у меня очень мутабильный, а этот не мутабильный. Тогда мутабильному аллелю плохо, его будет мало. И если его немножко поддержать, то есть, фитнес ему немножко поднять, то, так сказать, мы выровняем, как говорят американцы, to level the playing field, так сказать, мы этому мутабильному аллелю поможем. Вот. И оказывается, что этот эффект у млекопиталирующих может быть чрезвычайно сильный. Все знают про ЦПГ нуклеотиды млекопиталирующих. Если после Ц идет Г в цепи, говорят ЦПГ, чтобы было ясно, что это не отцинкриковская пара, а, значит, в одной. Если ЦПГ в этой нити, то и в этой нити будет ЦПГ. ЦПГ мутирует по трансверсиям в 15 раз быстрее, если она мутилирована по транзициям, извините, по транзициям 15, по трансверсиям в 4 раза быстрее. Так вот, оказывается, что в ситуации, когда мутабильный, гипермутабильный ЦПГ поощряется слабеньким отбором, скорость эволюции может возрастать в 2-3 раза. И я использовал этот эффект для изучения отбора в синемичных сайтах млекопиталищих. Я считаю, что это одна из лучших моих работ. Я ей очень горжусь. Вот, значит, это я вам рассказал про эффект Эрвокера. При несимметричном мутировании слабый отбор в пользу аллеля, который более мутабильный, скорость эволюции может увеличивать. Теперь давайте я вам расскажу эффект Маруяма Сеняева. Маруяма, это великий японец Сакаро Маруяма, который помер очень давно, болел и молодым помер в великих теоретях, ученик Киморо. А Сеняев это Шамиль Расимшинович Сеняев, который до сих пор жив и дай бог ему еще долго прожить, он молодой и горячий, профессор Гарварда и великий теоретик, выпускник Шестеха и диссертацию защищал в Институте молекулярной биологии Туманяна. Так вот, представим себе, что вы очень слабо вредная аллель. Но если вы сильно вредная аллель, вы никогда высокой частоты не достигнете. А если вы слабо вредная аллель, ну, тоже вам не мед, но иногда вы можете случайно достичь какой-нибудь разумной частоты, ну, скажем, 5%. Как вы думаете, вы это сделаете быстро или медленно? Вот возьмем нейтральный аллель, который достиг частоты 5% и сравним его со слабо вредным аллелем, который достиг частоты 5%. Кто в среднем сделает это быстрее? Какой? Вредный. Можно подумать так, что знаете, знаете эту историю, как человек приходит в ресторан и говорит, дайте мне скорее там первую, пока не началось, знаете? Ну, ему дают первую, он быстро-быстро ест, говорит, а теперь, пожалуйста, вторую, скорее-скорее, пока не началось. Быстро съедает, нам еще что-то, ему говорят, хорошо, говорит, гражданин, у вас деньги стоят, чтобы расплочиться? Ну, вот, началось. Вот. И вот примерно так же происходит со слабо-вредным аллелем, потому что уж если слабо-вредный аллель достиг какой-то высокой, относительно высокой частоты, он это сделал, потому что ему ужасно повезло. дрейф его, дрейф ведь он, он, так сказать, слепой, то есть он средним тебя не любит и средним и ненавидит, ему плевать на тебя, но в каждом конкретном случае дрейф может тебе повезти и дрейф тебя тянет вверх. То есть ты достигаешь слабо-вредный аллелем достигает высокой частоты, если ему повезло, а если он долго болтает с популяцией, то отбор успеет это дело ущучить и его загнобить. Поэтому ну, это, так сказать, рассуждение на пальцах, а дедушка Маруяма решал обратное уравнение Калмогорова и, значит, все это дело выгул, там получается потрясающе красиво. Там получается, что ожидаемое время, за которое аллель достигает тем, частоты 5%, для аллеля с коэффициентом отбора плюс процент и минус 1% одинаковое. Вероятности очень сильно разные, естественно, если плюс по 1% она гораздо больше, но ожидаемое время вообще одинаковое. И эта статья была опубликована в докладах Американской академии наук в 1974 году. В мире было ровно 10 человек, которые статью, ну, то есть, прочитали. 100 человек, 30 оценили и 10 запомнили. Я был один из них, но сидел и тупо думал, какой я умный. Вот. А Шамиль Рашидович взял и тупо проверил, сопоставил это с экспериментом. Как он сопоставил с экспериментом? Он взял аллели с частотой 5%, нейтральные и вредные. Откуда он знает, что аллель вредный, это отдельно интересный вопрос, но у него есть программа полифен, которая про каждый аллель говорит, вредный он или нет. Взял аллели, про которую полифен говорит, что они вредные. Тогда надо сравнить возраст. На аллеле не написано его возраст. А как ты можешь узнать возраст аллеля? А вот ты можешь посмотреть, какой длинный уникальный кусок генома сидит вместе с аллелем. Если аллель древний, то этот уникальный кусок будет короткий, потому что рекомбинация успела ему края разъесть. А если аллель молодой, то уникальный кусок будет длинный. И, проделав всю эту достоевшину, он показал, что таки да, вредные, по предсказанию полифена, аллели с данной частотой, моложе нейтральных аллелей с такой частотой. Это было опубликовано год назад в Plosgenetics. И я считаю, что это настолько красиво, что вся эта хреновина я назвал эффектом Моруяма Сеняева, и пусть какой-нибудь гад попробует это назвать иначе. Вот. Если кто-нибудь захочет мне сказать на экзамене вот эту статью всяких, много-много там всяких голландцев, и, значит, Шамиль Решельч последний автор, если кто-нибудь захочет мне эту статью рассказать на экзамене, то он может мне рассказать, хотя лучше мне рассказывать статьи, которые я не знаю, а то эту статью хорошо знаю, и начну задавать лишние вопросы. Вот. Значит, такой замечательный эффект. и самая последняя история, есть еще несколько замечательных историй о теории слабого отбора, но давайте самую последнюю расскажу, потому что еще кое-что мы должны сделать, к сожалению. Это история вот о чем. Значит, мутации могут быть нейтральными. Совсем. ну, совсем не бывает, даже если у меня в глубине какого-нибудь интерна букву А заменить на букву Т, то моя приспособленность там изменится на 10 минус 27 степени. Строго, совсем ноль не бывает. Ну, так сказать, как это, никаких измеримых последствий это иметь не будет. Могут быть мутации сильно вредны, но целый ряд измерений показывает, что очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, которые легко объяснить, предположивши, что мутации в терминологии тамоко-отто имеют слабый эффект. Слабый эффект означает, что 4 NES близко к единице. Вот изучаем мы синонимические мутации у мухи и видим, что там отбор такой, что 4 NES примерно единица. А у мухи NES миллион. Значит, коэтицент отбора одна миллионная. Изучаем мы синонимические мутации у человека и видим, что 4 NES равно единице. а у человека NES 10 тысячных. Вместе 10 тысяч. То есть, отбор 10 минус 4. Изучаем полиморфизм в белках и там тоже. В общем, какая-то чушь, куда ты не ткнешь и везде видишь, что в терминах S S порядка единицы на 4 NES. Хотя NES может быть очень разным. И когда то-то все объясняло вот таким вот образом, то вылез Джон Гелеспи, великий теоретик-селекционист, который прославлен тем, что он всем говорил, что я не собираюсь до смерти заниматься наукой, я в 65 лет уйду на пенсию. А все ему не верили, говорит, Джон, да ты шутишь, блин, ты такой теоретик, ты до 100 лет будешь работать. Когда ему исполнилось 65 лет, он снял очки, положил их на стол, вышел из офиса, сел на яхту и уплыл. А это дело в Калифорнии происходило. Это было 8 лет назад, и с тех пор его никто не видел, его не слышал, но все надеются, что он вернется, и в офис его никто не заходит. А я говорю, ребята, Гелеспи не вернется, он за базар отвечает, и он уплыл на закат. Но до того, как Гелеспи проплыл на закат, он сказал Ото, что это за чушь, какой-то радости есть много-много порядков величины. Вот я коэффициент отбора, я могу выбрать для себя много порядков величины, но я могу быть 10-27, а могу быть 10-1, и какой-то радости я всегда выбираю для себя порядок величины около 1 на 4 ринге. И Ото ничего не могла возразить по той причине, что она просто видела, что если предположить, что коэффициент отбора порядка 1 на 4 ринге, то все хорошо объясняется. А как такое может быть, с чего бы Господь Бог, так сказать, подгонял коэффициент отбора таким образом, никто не знает. Вот. А потом появились дедушка Ли и еще не дедушка Хироши Акаши, которые это дело объяснили. Объяснили они вот таким вот образом. предположим, что у меня имеет место сужающий эпистаз. Это число повреждений на мутации какой-то молекуле. И сужающий эпистаз, опять-таки, если мы думаем в терминах числа повреждений, то каждое последующее повреждение приводит к большему относительному ухудшению. Предположим, что у меня а это значит приспособность. Вот так вот она зависит от это у меня горизонтальность. Вот числа повреждений. Предположим, что исходно там в райском саду у меня идеальный белок, в нем нет никаких повреждений. Или все синемические сайты заняты оптимальными нуклеотидами. И тогда, если я испорчу, я введу одно повреждение от нуля перейду в единицу, молекулу такой ужасный запас хорчинства, что ей никогда не делается. И она по-прежнему все будет хорошо. Ну, хорошо, хорошо. Мутации в основном от хорошего к плохому. Я введу еще одно повреждение. Но молекула все равно держит. И так она будет продолжаться, пока отбор в какой-то момент не упорется. Пока в какой-то момент вред, причиняемый следующим повреждением, не станет таким, что отбор уже сделается эффективным. Вот здесь отбор скажет нет. Здесь я это дальше не пущу. А в какой момент это произойдет? Это произойдет в тот момент, когда S окажется больше единицы 4 гни. Вот это гипотеза Ли Акаши, что если у меня приспособленность зависит от числа повреждений молекулы вот таким вот образом, то все молекулы окажутся там, где приспособленность начинает падать вот с такой вот скоростью. И этим объясняется такое вот замечательное явление, что как будто кто-то подгоняет коэффициенты отбора, чтобы они были порядка единицы на 4 гни. Действительно подгоняет, подгоняет взаимодействие дарифа с таким отбором, потому что ну собственно это и из этого уравнения видно. Если 4 НЕС много меньше единицы, то этот член практически ни на что не влияет. И соответственно частоты благоприятного и неблагоприятного аллеля они практически одинаковы. А если этот член много больше единицы, то он сильно работает. Вот. Это значит модель Лиакаши или гипотеза Лиакаши и до сих пор на самом деле никто не знает правда ли это. Я думаю, что это правда и если это правда, то это одна из так сказать таких очень глубоких и всеобъемлющих закономерностей эволюции на молекулярном уровне вообще. И в частности это докажет, что отбор, что приспособленность действительно вот таким вот сужающим образом, формальное определение, что вторая производная логарифма должна быть приспособленность должна быть отрицательной. Действует ли отбор действительно таким образом мы не знаем, но вот всеобъемлющее распространение коэффициентов отбора обратно пропорциональных 4 НЕ примерно свидетельствует в том, что может быть это так. Значит, вот это, значит, некий был варварский короткий обзор прямой теории отрицательного отбора. Ой, извините, какого отрицательного отбора? Сейчас поговорить нет. Прямой теории слабого отбора. Мы с вами разобрали прямую теорию положительного отбора, отрицательного отбора, балансирующего отбора и теперь прямую теорию слабого отбора. Теперь я предлагаю сделать 5-минутный перех, после чего мы с вами разберем обратную теорию. Обратная теория это тема для хорошего семестрового курса, но вот как раз мы за полчаса уложимся.